К нам уже подключились коллеги из Евпатории, Анастасия Егорцева на связи со студией Настя. Доброе утро. Как развивается туристическая инфраструктура у вас в городе? Доброе утро, коллеги. В девяти регионах Крыма упростили правила выхода в море для водного транспорта. Теперь владельцы маломерных судов не обязаны отчитываться перед сотрудниками пограничной службы о своих намерениях. Очевидно, это в первую очередь сделано для повышения туристического бизнеса, но вот и как поправки в законе отразятся на другие проверяющие службы. У нас в гостях Сергей Рамадановский, старший инспектор государственной службы участка ГИМС. Здравствуйте, Сергей Викторович, скажите, как нововведения в законе повлияют на вашу работу? На требования ГИМС эти изменения вряд ли повлияют, так как варианты регистрации и прохождение этих осмотров не изменились. Но для приезжающих из материка сюда, отдыхающих, которые везут с собой плавсредства, это значительно облегчит жизнь, так как у них отпадет необходимость искать, где зарегистрироваться перед выходом в море. То есть легче будет ходить. Ну а в нашем понятии это будет больше судов, больше работы, но мы обеспечиваем безопасность в любом случае. То есть в любом случае у вас будет больше работы, это в курортный период или в межсезонье? В основном в курортный период, в межсезонье судов значительно меньше. Ваша сфера обслуживания какая? Ну сфера нашей ответственности простирается от поселка Фрунзе до восточных границ города Евпатория, это санаторий Маяк. Это зона, да, ваша? То есть техники и людей хватает у нас в Евпаторийском участке? Ну в Евпаторийском участке всего пять человек, плюс дополнительно на этой территории имеется патрульная группа в составе трех человек. По технике в Евпаторийском участке имеется один катер, плюс к этому квадроцикл, то есть если необходимость будет посмотреть места слабо пригодные для использования автотехники, можно использовать квадроцикл. В патрульной группе имеется автомобиль УАЗ и резиновая лодка. Летом ежедневно, ну практически ежедневно вы выходите в рейды, как это в межсезонье? В межсезонье у нас больше направленность на профилактическую работу. У нас проходит стопроцентный охват всех детских учреждений регионов в зоне ответственности. Мы согласовываем с отделом курорта и с отделом народного образования график посещения школ и проводим там лекции, занятия, открытые уроки, викторины. То есть информирование детей проходит в разной форме. Кроме профилактических мероприятий еще есть какие-то? Или все-таки зимой это документация, это лекции и все? Нет, конечно. У нас регулярно проходит патрулирование. При этом зимой значительное внимание уделяется внутренним водоемам, так как вероятность образования льда на них выше. Плюс ко всему мы обеспечим различные зимние мероприятия, которые проходят на территорию региона. В частности, с 7 числа прошел рождественский заплыв. На 19 число планируется обеспечение крещенских купаний. При этом с 18 на 19 в ночь очень большое количество людей именно проходит омовение в воде. В частности, в районе пляжа Солнышко ночью бывает в районе 12 часов до 1000 человек. Поэтому мы отправляем туда патрульную группу с полным набором следств обеспечения. А вы работаете круглосуточно? Нет, нет. У нас обычный рабочий график с 9 до 18. Просто при необходимости в выходные дни организуем патрулирование. А как вы оцениваете акваторию Евпатории по сравнению с другими прибережными городами Крыма? Ну, я не во всех был. Я считаю, что в Севастополе несколько более напряженный трафик по маломерным судам. А Евпатория, Ялта, весь южный берег Крым примерно в одних условиях. То есть, в принципе, можно сказать, что у нас спокойно? Ну, да. Это радость. Спасибо, Сергей Викторович, что нашли время к нам прийти. Мы всегда рады вас видеть в студии «Утро нового дня». Коллеги, я передаю вам слово, как у вас погода, как настроение. Все прекрасно. Спасибо большое, Настя. Желаем вам отличного настроения, добрых новостей. Конечно же, напоминаем, на связи был Евпаторийский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Анастасия Егорцева.